18 марта 2014 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал договор, согласно которому Республика Крым и город Севастополь вошли в состав нашей страны. Год спустя россияне вспоминают события прошлой весны. Сегодня на Советской площади собрались представители всех общественных организаций республики и просто неравнодушные граждане, чтобы вспомнить события Крымской весны и выразить свою позицию по этому вопросу. В их руках флаги, транспаранты и шары цветов российского триколора, на лицах улыбки. Со всех сторон слышится «Севастополь, Крым, Россия вместе». Сегодня жители всей страны как никогда едины и солидарны. В акции «Один год Крымской весны» в Саранске приняли участие около 10 тысяч человек. Среди них студенты и сотрудники Мордовского университета. Для меня этот митинг – это как показатель нашей победы над прошлым, над какой-то несправедливостью, которая была в прошлом, когда что-то старое, родное, близкое к сердцу народа своего приходит обратно. Тот же «Артек», который был на территории Крыма, это же все наше, это же Россия. И когда это возвращается к нам, это, естественно, очень приятно. Для меня это победа, для меня это счастье, для меня это радость. Это большое событие для всех нас, для нашей страны. Это прекрасный праздник, еще один новый праздник для всех нас, для любого патриота и гражданина страны. Я пришла сегодня на митинг, потому что я поддерживаю свою страну, поддерживаю граждан, которые сегодня тоже все вместе пришли поддержать этот митинг. Многие приходили на митинг, посвященный воссоединению России и Крыма и в прошлом году. Для меня этот митинг, значит, на самом деле очень многое. Присоединение Крыма в целом отразилось положительно, в первую очередь, на жизни населения. Это помогло людям, которые проживают там. Это было их волей. Вспоминая произошедшие события, участники указывают на то, что, по сути, после госпереворота на Украине Россия не допустила кровопролития в Крыму. Я, как и любой другой россиянин, очень поддерживаю это присоединение. И не столько потому, что Крым был уже в составе нашей страны, но скорее потому, что сейчас там мирно и безопасно. Хотя бы на секунду стоит представить, что в Крыму будет такая же ситуация, как и в Донецке и Луганске. И мурашки бегут по коже, на самом деле становится очень страшно. И я очень рад за всех тех крымчан, которые сейчас живут в мире. И радуются тому, что они в составе России. Акции предшествовало открытие выставки, посвященной Крымской весне. На презентации в Мордовском университете министр печати и информации Республики Мордовия Валерий Валерьевич Моресев и ректор Мордовского университета Сергей Михайлович Вдобин рассказали о тесной связи нашей республики с Крымом. Мы решили здесь, на этой выставке, представить фотоматериалы, посвященные длительным взаимосвязьям Мордовии и Крыму. Не только событиям прошлого года и событиям нынешнего дня, но в том числе некоторым историческим событиям, которые нас связывают. Некоторые из фотографий, размещенных здесь, публикуются и обнаруживаются впервые. Некоторые просто малоизвестные в нашей мордовской аудитории Мордовской. Тесные контакты с Республикой Крым имеет и сам БУС. В прошлом году вожатые педагогических отрядов Мордовского университета отправились в детские центры Крыма, среди которых знаменитый Артек. Сотрудничество намерено продолжить и в научной сфере. Мы намерены в ближайшее время выехать с делегацией в Крым, обсудить вопросы и перспективы нашего взаимодействия с тем, чтобы заключить соглашение и последовательно осуществлять сотрудничество в научной, в образовательной сфере. У нас есть много точек пресечения, и мы, я думаю, выстроим эффективные контакты. До университета контакты с Севастополем и Республикой Крым это еще и возможность привлечения абитуриентов в ВУЗ. Я уже студентка Мордовского университета, но еще год назад я училась в одной из школ города Алушта. Но уже тогда я точно знала, что буду учиться в Российском университете. Я долго думала, как мне исполнить мою мечту, но все решилось в марте 2014 года, когда Республика Крым и город Севастополь воссоединились с Россией. На общественность произвел впечатление и фильм «Крым. Путь на родину», вышедший на телеканале «Россия-1», который буквально воспроизводит события «Крымской весны». Я с большим удовольствием посмотрел фильм по крымским событиям. Еще чем мне очень запомнилось, это тем, что я сам был сопереживающим человеком с событием «Крымской весны» прошлого года. Вот фильм год спустя получилось фактически повторить те самые факты, те самые события, которые мы в интернете вылавливали по новостям России 24. И поэтому фактически освежили вот эти вот больные, но радостные события с другой стороны. Основные события, которые касались «Крымской весны», то есть они были отражены. Причем отражены были таким образом, что брало за душу. Отметили Майдан, как был первопричиной всех событий, связанных с расвалом Украины, конечно же. Отметили и очень хорошо события в Черкасской области. Вот сам вел занятия у студенток с Крыма, они об этом говорили, что да, именно черкасские события намного повлияли. Многие увидевшие фильм упоминают о роли в решении крымского вопроса президента России Владимира Путина, который взял под свой личный контроль ход операции в Крыму. Мы не являемся, собственно, очевидцами этих событий, потому что мы информацию получаем из средств массовой информации, из газет, телевидения. И, конечно, то, что фильм был снят по горячим следам, то, что была отслежена вот эта динамика событийная, сущностная, конечно, каким образом происходило становление этого, ну, ныне субъекта Российской Федерации, даже двух субъектов, это город федерального значения Севастополь и республика Крым. Это, конечно, очень важно. И, конечно, из первых уст мы получили очень много детальных информации от нашего президента, который давал комментарии. И, в общем, здесь принципиальное значение имеет то, что как оперативно, как мобильно сработали различные службы, различные органы государственной власти. И когда действительно вот эта поддержка, и что было подчеркнуто Владимиром Владимировичем Путиным, вот это тот момент, что Россия должна была поддержать народ Крыма, не допустить какого-то беспредела там, вот это имеет значение, что мы, что на нашей стороне правое дело. 18 марта 2014 года уже вошло в историю новейшей России. И, несмотря на сложную экономическую обстановку, жители страны поддерживают установление исторической справедливости. Севастополь. Крым. Россия. Вместе.